В Кишиневе на Виадуке, соединяющем сектора Ботаника и Центр, повредилась часть ограждения. К счастью, это произошло в месте, где забор не слишком высокий. Этим утром, когда мы побывали на место происшествия, увидели, что территория не ограждена. По телефону предтор сектора Ботаника заверил нас, что им известно об этом случае и что проблему обязательно решат. Первые фотографии рухнувшего металлического забора были опубликованы в соцсетях около 8 часов утра. Съемочная группа ТВ-8 отправилась туда чуть позже, но, судя по всему, ответственные за устранение неполадки туда еще не добрались. Хотя с момента публикации первой фотографии упавшего забора прошло около 4 часов, мы видим, что территория еще не охраняется. И часть ограждения такие лежит, где упала. Забор, как мы заприметили, недавно покрасили. Прохожие же нам поведали, что мост представляет опасность, а некоторые участки уже прожавели и нуждаются в замене. Я надеюсь, рано или поздно отремонтируют. Как вам кажется, опасно, а не опасно? Для маленьких детей, наверное, опасно. Для невнимательных людей, наверное, очень опасно. Надо было 30 лет назад этим заниматься подряд, а не за последние только годы. Если здесь будет проходить кто-то пьяный, очень опасно. По правде говоря, хочется, чтобы было лучше, но мы ничего не можем с этим поделать. Претер-ботаники заверил, что ответственные за устранение неполадки обязательно прибудут на место. Сначала обезопасят территорию, потом вернут на место и ограждение. Никаких других подробностей нам не сообщили. Претер предложил позвонить позже. Всего в столице 20 мостов. Все они построены в советское время и нуждаются в ремонте. Несколько месяцев назад, после долгих лет проволочек, началась полная реабилитация моста на Михаеве-Тиазула. Следующий по списку расположен на Измаильской.